Почти три года мы ждали достойных преемников Ryzen 5600 и 5700G. В продаже уже появились новые процессоры AMD Ryzen 8000G с топовой интегрированной графикой, которые без видеокарты справляются с большинством игр в Full HD и отлично работают на самых дешевых материнках. Никаких громоздких системников. Мощные мини-пк, вот оно будущее. Ну, по крайней мере, так считают в AMD. Но что на самом деле представляют из себя процессоры Ryzen 8000G, как над ними поиздевалась AMD и почему их покупка сейчас – сомнительное решение. На связи МК. Разбираемся с новыми убийцами затычек. Поехали. Компания Tecno начала продажи в России мини-пк Mega Mini M1 с USB 4 и чипом Intel Elder Lake Edge. Давайте на него посмотрим. Tecno скрывать нечего. На верхней крышке указаны все характеристики. Компактный алюминиевый корпус. Объем всего 0,38 литра, а вес 410 грамм. Внутри мощный восьмиядерный 45-ваттный i5-12450H вместе с 16 гигабайтами ОЗУ и быстрым SSD на 512 гигабайт. В такой крохе уместилось сразу 11 портов. Есть Ethernet на 2,5 гигабита, пара HDMI 2.0 и 2 USB-C4. В сумме к этому малышу можно подключить сразу 4 монитора. Имеется полноценный картридер, владельцы камеры ценят. И, разумеется, 4 полноценных USB-A. Беспроводная связь на уровне. В наличии быстрый Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. С производительностью все отлично. Не просто так модель называется M1. В тяжелом тесте Sinebench R23 восьмиядерный Core i5 набирает даже больше баллов, чем известный процессор Apple. При этом под нагрузками система охлаждения справляется с отводом 45 Вт тепла. А благодаря встроенной графике Iris Xe на 64 блока, Mega Mini M1 отлично подходит для сложных работ с графикой. Photoshop летает даже с тяжелыми многослойными картинками, а в Blender можно без проблем рендерить 3D-объекты. Разумеется, можно и поиграть. Свежая графика Intel отлично тянет популярные игры. В Dota 2 можно получить за сотню FPS на низких настройках графики в Full HD. Процессор удерживает высокие частоты по всем ядрам. С танками тоже проблем никаких. Пробивать броню соперникам можно с 50 кадрами и низким пресетом с улучшенной графикой в HD клиенте. А в обновленном, потяжелевшем Counter-Strike 2 можно побегать по D-Dust при 50-60 FPS с низкой графикой и FSR на производительность. Сейчас Mega Mini M1 обойдется в 47 тысяч рублей. Ищите подробности в описании. На бумаге все выглядит здорово. До 8 быстрых ядер Zen 4 с частотой в 5 ГГц, встроенная графика на базе RDNA 3 с поддержкой трассировки лучей и генератором кадров FSR 3, который помогает быстрая DDR5 память. Правда, есть вопросы к младшему APU, четырехъядерному Ryzen 3 8300G. Да, это первый четырехъядерный на AM5, но зачем он нужен? Сама платформа вместе с DDR5 пока еще дорогая. За цену самой дешевой доски можно взять хорошую материнку под AM4. Поэтому на свежем сокете AMD логично собирать компьютеры только среднего и топ уровня. Четырехъядерный 8300G сюда никак не вписывается. К тому же сами ядра тут со звездочкой. На деле лишь один полноценный кокос на Zen 4, а остальные это три малых ядра Zen 4C. Кто не в курсе, AMD пошла по пути Intel и стала использовать энергоэффективные ядра. Но логика здесь другая. Синие E-Core сильно отличаются от P-Core. Они работают на абсолютно другой архитектуре, не имеют поддержки многопоточности, у них снижен объем кэша и частота. Красные Zen 4C архитектурно никак не отличаются от Zen 4. На месте гипертрейдинг и кэш. На физическом уровне AMD сделала такие ядра компактнее, снизив при этом напряжение и потребление. Поэтому единственное реальное урезание – это частота. Если Zen 4 способен буститься за 5 ГГц, то уровень Zen 4C около 3,5, что приводит к потере производительности порядка 20%. AMD этим особо не афиширует, узнать об этом можно только в расширенных спецификациях на официальном сайте. На всех маркетинговых слайдах компания плюсует малые и большие кокосы вместе. Более того, Windows и софт никак не умеют их разделять. Директора потоков, как у Intel, тут нет. Формально ядра на Zen 4 идут первыми, и теоретически система будет грузить их сильнее. Но мы знаем, что на практике с многопоточным софтом часто вылезают проблемы, которые компании потом героически решают. Поэтому мы считаем, что в текущих реалиях 8300G это вершина безумия. Мы рассказывали в ролике про одноядерный Ryzen 7000, почему такие процессоры для iM5 экономически невыгодны. Четыре ядра даже для iM4 никому не нужны. Не все знают, но компания три года назад выпустила 5300G, который никто не покупал. Большинство смотрели в сторону шести или восьми ядерных моделей. На iM5, да еще и с урезанием трех ядер из четырех, новый APU обречен на провал. Неудивительно, что AMD сделала 8300G OEM моделью, то есть он будет продаваться только в готовых ПК, и едва ли станет популярным. Но и с остальными APU тоже не все гладко. Ryzen 5 8500G и 8600G имеют по шесть ядер с частотой в 5 ГГц и одинаковое количество кэша. Однако по тестам они отличаются на 15%. Причина все та же. Если у старшей модели все ядра полноценные Zen 4, то у младшей их только два, остальные урезанные Zen 4C. Поэтому если сравнивать 8500G с полноценным шестиядерным 5600G на предыдущей архитектуре Zen 3, то новинка быстрее всего на 10%. Такой прогресс за три года. При этом 8600G с шестью честными кокосами обгоняет предшественника уже на внушительные 25%. Но разнородные ядра не самая большая проблема в 8500G. Это все равно очень быстрый процессор, который в теории может работать с графикой уровня RTX 4060. Но на практике AMD оставила младшим процессором на дизайне Phoenix 1 лишь 4 линии PCI-Express 4 для видеокарты и всего 2 для SSD. По пропускной способности 4 линии PCI-Express 4 сравнимы с 8 линиями PCI-Express 3.0. А при таком подключении RTX 4060 и прочие среднячки в тяжелых играх могут терять аж треть производительности. Мы убедились в этом в одном из прошлых роликов. То есть AMD фактически предлагает использовать шестиядерный процессор только с интегрированной графикой. Это звучит странно, особенно если вспомнить, что в 8500G вместо топовой Radeon 780M воткнули урезанную графику 740M, у которой аж вдвое меньше вычислительных блоков. Поэтому ее уровень производительности около Vega 7 из Ryzen 5600G, что, конечно, на 20% выше, чем у GT 1030, но для современных игр даже в HD разрешении этого мало. Получается, AMD, поднявшись на народных камнях, их же и убило. Четырехъядерный 8300G выглядит как плохая шутка, а шестиядерный 8500G с урезанной шиной и простой графикой как жертва аборта. Как и три года назад, интересными являются лишь два топовых APU. Это Ryzen 8600G и 8700G. Зачем было специально раздувать линейку мертворожденными камнями, абсолютно непонятно. Но даже топовые 8000G на полноценном дизайне Phoenix 2 не совсем полноценные. Да, здесь нет разнородных ядер, или шесть, или восемь больших Zen 4. Кроме того, AMD прикрутила к ним поддержку искусственного интеллекта. Как его использовать сейчас, совершенно непонятно, но это модно, молодежно, а в промо-ролике компания расписывает киберпанк с умной обработкой лиц, встроенными в систему помощниками и улучшением графики в играх. На деле этого, конечно же, пока нет. Возможно, Ryzen AI пригодится в будущем с релизом Windows 12, ждать которую придется минимум еще год, но заплатить за фичу уже сейчас. По шинам оба старших APU тоже урезаны. Они поддерживают 8 линий PCI-Express 4 для видеокарты и 4 для SSD. Каких-то проблем это создавать не должно. Большинство среднеуровневых карт, таких как RTX 4060 или RX 7600, как раз и требуют для работы 8 линий PCI-Express 4. В случае с топами это вообще не имеет смысла. Такая пропускная способность равносильна 16 линиям PCI-Express 3.0, которой вполне хватает даже RTX 4090. Предыдущие APU AMD были урезаны сильнее. Они хоть и поддерживают 16 линий, но только третьей версии. Поэтому для них та же RX 6500 XT с физической поддержкой лишь 4 линий ощутимо теряет производительность. Но брать такие APU для подключения дискретной графики занятие бессмысленное. Структурные эти CPU монолитные, то есть ядра, кэш и графика находятся в одном кристалле, в отличие от остальных десктопных Ryzen 7000. Мобильная компоновка 8000G это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, APU AMD традиционно лучше гонят память. И рекорд 10600 МГц на DDR5 был поставлен как раз на 8700G. С другой, компания сильно урезает таким процессором кэш с 32 МБ третьего уровня до всего 16. Это больно бьет по производительности в играх. 7600G отстает от аналогичного по частоте в ядрам и архитектуре Ryzen 7700 на 20-30%. С учетом того, что этот CPU и дешевле, и сам обладает простенькой встройкой, нет никакого смысла рассматривать ряженки с быстрой графикой даже напересидеть. Фактически, их стоит использовать только с интегрированной графикой. Но насколько они хороши? Мы уже видели Radeon 760 и 780 в ноутбуках и мини-ПК, где они приятно удивили. Но в мобильном сегменте им не давал полностью раскрыться и небольшой теплопакет, и отсутствие возможности разгона ОЗУ. У встроек нет своей видеопамяти. Быстрая оперативка решает. По тестам, переход с DDR5-5200 на 7200 может бустануть FPS на 10-20%. Но адекватным уровнем является DDR5-6400, с которой Ryzen могут работать в режиме один к одному. Большой теплопакет тоже важен. Шестиядерный 8600G слегка выходит за рамки положенных 65 Вт, а восьмиядерный 8700G нарушает его почти на треть. В случае с ПК это не критично, зато позволяет интегряжкам удерживать максимальные 2800-2900 МГц. Как показывают многочисленные тесты в сети, Radeon 780M тут выдает уровень производительности около GTX 1650 и чуть-чуть не дотягивает до народной GTX 1060. Можно без проблем играть на низких настройках в Cyberpunk, в 30 кадров идет Starfield, а вот в новый Assassin's Creed производительности вполне хватает для комфортного геймплея. Но запаса на будущего тут совсем нет. Да, графика на RDNA 3 запускает все проекты, и в требующем мэш-шейдере Alan Wake 2 она в полтора раза быстрее GTX 1060. Только результат в этой игре все равно низкий, лишь 20 FPS. Аналогичная ситуация в Пандоре, так что в требовательные триполы и хиты прошлого года поиграть получится лишь при включении FSR и только с консольными кадрами. При этом Radeon 760M из 8600G отстает лишь на 10-15%, хотя вычислительных блоков у нее на треть меньше, 8 против 12. Судя по всему, мы видим упор в видеопамять. Даже при экстремальном разгоне DDR5 до 9000 МГц, ее пропускная способность колеблется около 100 ГБ в секунду. У восьмилетней GTX 1060 она вдвое выше. Из-за этого увеличение числа вычислительных блоков просто теряет смысл, и шестиядерная ряженка в итоге оказывается даже интереснее восьмиядерной. Посудите сами, разницу в 10-15% заметить достаточно сложно. Если какую-то игру встройка 8600G не тянет, то и на 8700G тоже будут проблемы. При этом на шести ядрах упор гарантированно будет в видеокарту. Восьмиядерная ряженка с Radeon 780M откровенно прохлаждается. Подключать дискретную графику к ним смысла нет. С учетом того, что 8700G стоит аж в полтора раза дороже, его покупка просто не имеет смысла. 8600G выглядит самым адекватным среди всех представленных APU. К тому же AMD никак не запрещает разгон, и новые встройки легко бустятся до 3,5 ГГц. А вот про предыдущее поколение APU AMD можно забыть. Ryzen 5000G опирается на старую графику Vega, которой 8 лет. Поэтому новые интегряшки на RDNA 3 не оставляют им ни единого шанса. В подавляющем большинстве игр 780M быстрее в 2-2,5 раза, позволяя комфортно играть в проекты, которые на Vega 8 выдают слайд-шоу. Взлету популярности Ryzen с мощно интегрированной графикой здорово поспособствовали бумы майнинга. Когда добыть видеокарту по адекватной цене было просто невозможно, и даже простенькие GT 1030 отдавали за десятку. На фоне этого покупка быстрого процессора с графикой способного худо-бедно тянуть новинки выглядела адекватной, а душу грела мысль о возможности подцепить к нему в будущем быструю видеокарту. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Бумы майнинга. Закончились, рынок перенасыщен дешевыми видюхами, и IPU становится базовым решением для тех, кому не нужен топовый ПК, но при этом хочется получить адекватную недорогую рабочую машинку с возможностью поиграть вечерком. И для этих задач Ryzen 8000G пока ну никак не подходит. Младшие решения слишком сильно урезали, старшие выглядят достаточно интересно, но все портит цена. За топовые 8700G сейчас просят 30-35 тысяч рублей, и этих денег он точно не стоит. За эту же сумму можно найти готовый мини-ПК на восьмиядерном Ryzen с той же Radeon 780M. Да, из-за чуть меньшего теплопакета и стоковой DDR5 он будет послабее, но явно не настолько, чтобы переплачивать за сборку на десктопном APU вдвое. И я уже молчу о том, что за тот же прайс можно взять Ryzen 5 7500F вместе с компактной RTX 3050 или RX 6600, и в подавляющем большинстве задач и игр такая связка будет ощутимо быстрее. С шестиядерным 8600G ситуация аналогичная. Его можно найти за 20-25 тысяч. За те же деньги продаются готовые мини-ПК на более быстрой восьмиядерной ряженке со схожей производительностью интегрированной графики Radeon 680M. Если три года назад на APU AMD смотрели как на манну небесную и луч надежды в сумраке крипто-шахт, то сейчас эти чипы выглядят бледно. Да, они быстрые, да, у них намного лучше интегрированная графика, но китайцы давно научились делать годные мини-ПК за дешево, что убивает весь смысл этих самых 8000G. Это понимает даже сама AMD. На официальном канале за месяц вышел лишь один коротенький ролик про линейку 8000G. Анонс занял всего одну минуту из получасового видео. Совсем недавно в прошлом ролике мы рассказали про вот эту RX 5700 XT, бедную, умайненную, и мы ее сейчас разыгрываем в нашем телеграм-канале. По производительности она действительно не уступает, ну, не сильно уступает RTX 3060. Переходите, нажимайте кнопочку «Участвую», и через уже меньше недели мы разыграем эту карту среди наших подписчиков. В общем, все ссылки в описании. Читайте МК в Телеграм и ВКонтакте, там мы ежедневно публикуем, комментируем и обсуждаем самые интересные IT-новости. Меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен. Пока!